Еще подключаются участники потихоньку. Ну, мы пока начнем. Пока я еще принимаю участников в наш вебинар. Меня зовут Екатерина Полиева. Я директор по маркетингу и продажам университета гостеприимства ССАМ. Сегодня я буду модерировать этот вебинар. Пока мы ждем еще опаздывающих участников, несколько технических моментов, про которые я хочу рассказать. Соответственно, пишите, пожалуйста, ваши вопросы в чат. Пожалуйста, не включайте ваш микрофон во время презентации спикеров, так как это может помешать другим участникам. Будьте активны и будьте с нами до конца, потому что в конце вебинара мы со спикерами совместно выберем самого активного участника, который будет задавать самые интересные вопросы. И, соответственно, подарим ему набор яркого мерча с веса. Пару слов про наш университет для тех, кто с нами, возможно, еще не знаком. Мы уже 12 лет находимся в Санкт-Петербурге, и 12 лет мы помогаем развиваться предприятиям в сфере гостеприимства. У нас очень много образовательных программ различного уровня, начиная от программ бакалавриата, кулинарного искусства, это если говорить о бочных программах, и заканчивая различными ДПО-программами, короткими онлайн-курсами, интенсивами и так далее. Но все наши программы объединяют то, что так или иначе они связаны со сферой гостеприимства. Соответственно, наш подход отличает то, что у нас много практики. Все программы так или иначе имеют очень большую практическую составляющую. Все наши преподаватели – это действующие эксперты индустрии гостеприимства, топ-менеджеры, которые дают только актуальные знания. Наши программы мы регулярно пересматриваем, соответственно, актуализируем информацию, чтобы вы получали только то, что на данный момент актуально в индустрии. Мы проводим занятия в небольших группах. Для того, чтобы уделить внимание каждому нашему студенту, отвечать на вопросы и таким образом, чтобы вы получили максимум от тех программ, на которые вы идете обучаться. У нас есть карьерный менеджер. Соответственно, даже на тех программах, на которых не предусмотрена обязательно стажировка, вы можете обратиться в наш карьерный центр и по запросу мы вам поможем с местной стажировки. Ну и, конечно же, у нас в индустрии очень много партнеров, с которыми мы на связи. Один из наших друзей сегодня с нами – это компания «Ремаркет». Во второй части нашего вебинара к нам присоединится Юлия и расскажет со своей стороны об автоматизации маркетинга, в том числе на доставку. Так, секундочку, сейчас еще принимаю участников и будем уже начинать нашу самую важную часть сегодняшнего мероприятия. Я представляю нашего первого спикера. Это Эдуард Красников. Он является приглашенным преподавателем университета гостеприимства «Свисам». С Эдуардом мы сейчас запускаем совместно курс практический. Эдуард является руководителем направления «Деливери» в «Она Пипл Групп». И уже довольно-таки давно работает в ресторанном бизнесе. Ему есть чем сегодня с вами поделиться. Эдуард, включайтесь, пожалуйста, мы вас ждем. Всем добрый день. Я здесь с вами. Да, дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, всем ли все хорошо слышно, слышно-видно. Так, кто-то написал, что нет звука, но вообще звук у нас вроде бы есть. Да, плюсики побежали, значит, все хорошо. Поэтому, Эдуард, вы можете начинать. Я буду перелистывать слайды. Если что, говорите мне об этом. Хорошо, спасибо, Екатерина. Всех приветствую. Рад, что мы сегодня собрались. Как раз расскажу о себе еще немножко. Как сказала Екатерина, что я руковожу направлением доставки в «Она Пипл Групп». В «Она Пипл Групп» входит 10 ресторанов, 4 концепции, и в каждом ресторане есть доставка. В прошлом я работал в компании «Достоевский», руководил департаментом R&D. Такое очень интересное было направление, где мы занимались разработкой продукта, упаковки, ну и все, что касается операционных процессов доставки. Опыт работы у меня в сфере общепита более 10 лет, и вот почти половина своего опыта я как раз-таки занимаюсь доставкой. Сегодня мы с вами поговорим про то, что в себя включает ресторанная доставка и какие основные процессы нужно будет обратить внимание. Если говорить про содержание нашей сегодняшней программы на следующем слайде, то вкратце поговорим немножко о фактах доставки. Такое небольшое введение будет. Второй вопрос разберем. Как понять, что вообще пора запускать доставку, либо наоборот еще рано ее запускать. Если вы решаетесь запускать доставку, как начать доставлять, как сделать первые доставки, где брать заказы, затронем эту тему и на что обратить внимание при работе с заказами, такой небольшой чек-лист, который будет в конце тоже нашего урока. Тогда начнем. Первый момент, о котором я хотел с вами поделиться, рассказать, что если разделить вообще ресторанный бизнес на два блока, на ресторан и отделить от ресторана доставку, то госты ресторана и клиенты доставки, они для себя определяют основные критерии, на которые в дальнейшем обращают внимание. Как, наверное, не странно, то первые два пункта – это кухня, то есть качество блюд, качество еды и качество ингредиентов, которые входят в блюда. Они однозначно и одинаково важны, что для гостей в ресторане, что для клиента доставки. Если говорить про третий пункт, то для гостей ресторана, конечно же, важен такой пункт, как атмосфера, а для доставки на третьем месте стоит важнейший пункт – это скорость доставки, потому что от того, насколько вы доставляете быстро, либо наоборот долго, от этого и зависит вообще развитие, обслуживание, в конце концов, юнит экономика вашей доставки. Поэтому в доставке скорость, если резюмировать, она крайне очень важна. Если затронуть такие моменты, на которые гости ресторана не особо, так скажем, обращают внимание, на примере этого слайда видно, что наличие детской комнаты, то в доставке самый непопулярный пункт для клиентов доставки – это соответствует ли ваш бренд, вообще ваш формат трендам и каким-то там модным концепциям. Для клиентов доставки, скорее всего, мы как руководители, как собственники бизнеса, например, кто-то из нас сейчас послушает, есть такие, конечно же, соответствует брендам – это очень важно, но клиент доставки на это обращает внимание где-то там уже потом, после основных моментов. Также я хотел бы заметить, что упаковка, она хоть и не в топ-5 важных, так скажем, критериев по выборе доставки, но она крайне важна, потому что она содержит в себе, так скажем, очень важные операционные моменты, и то, насколько упаковка будет соответствовать блюду, то, насколько упаковка будет герметична, это тоже очень важно, поэтому те критерии, которые здесь указаны, они все важны, но тот или иной критерий в той или иной степени занимает свое место. Дальше, если говорить вообще про доставку в целом, то если немножко отмотать время назад, там 20-й год, 21-й, 22-й, когда для ресторанного бизнеса, так скажем, такие были сложные времена, то когда мы это все пережили, на тот момент доставка была таким больше спасающим элементом, когда нужно было компенсировать отсутствие заказов в зале, и рестораны подключали доставку. То если теперь оглянуться и посмотреть, и вообще задуматься, то доставка – это вообще как дополнительный канал продаж, отдельный вообще инструмент, который помогает решить очень много задач в бизнесе. Ну, первое – это, конечно же, сохранить лояльность клиентов. У нас есть гости ресторана, и они, конечно же, могут быть и клиентами доставки, поэтому доставка для лояльности клиентов, гостей ресторанов, она очень важна. Понятно, что для всех ресторанов основной приоритет, в том числе и для компаний, в которой работаю, понятно, что это гости в зале. В пиковое время, когда загрузка и большой объем, то понятно, что с доставкой справляться очень сложно, и поэтому те вопросы, которые мы будем в дальнейшем обсуждать, также мы будем очень подробно обсуждать с ними, работать на нашем курсе, который будет совсем скоро, то нужно вообще понимать и операционные процессы выстраивать так, чтобы вот это пересечение заказов в зале и заказов в доставку, они были все-таки как-то правильно организованы. Поэтому, в первую очередь, доставка для ресторана сейчас – это дополнительный трафик, дополнительные транзакции, дополнительные заказы, которые ресторан может, не расширяя зал, не набирая дополнительно официантов, может себе, в принципе, позволить. На этом слайде видно, что на самом деле, как доставка, как доля заказов в доставке от общего количества заказов в ресторанах распределяется по России. Очень интересный факт, что на данный момент, это вот один из свежих исследований Data Insights, что доля доставки в городах 500 тысяч плюс, даже 100 тысяч плюс, то есть в городах до миллиона населения имеет самую высокую долю – 26-25%. То есть эта доля даже выше, чем средняя российская доля в 24%. Если говорить про Санкт-Петербург, то доля в среднем 23%, в Москве она тоже варьируется 22-23%. Ну, к примеру, если даже говорить про концепции, где доставка есть в наших сетях, то, в принципе, эти цифры, они очень близки к правде, и на самом деле доля заказов варьируется в зависимости от сезона, может быть, от 17-18% доходить в зимние месяцы до 25%. Поэтому мы все понимаем, какая большая доля и какой большой потенциал может быть у ресторана, который имеет свою доставку. Если говорить дальше про тренды и про то, что происходит с доставкой, то такой очень важный вопрос, который и мы задавали себе, и наверняка, уважаемые слушатели, те, кто сейчас с нами, тоже, возможно, задают себе сейчас вопрос, зачем нам, зачем вам, вообще зачем ресторану нужна доставка? В принципе, и так хорошо, есть гости, все довольны. Зачем нам лишние проблемы, лишние сложности, лишние операционные процессы? Давайте попробуем на эти вопросы ответить. Как я уже сказал, что онлайн для ресторана – это как раз-таки и есть доставка, которая помогает дополнительно без каких-то костов дополнительных на зал обрабатывать заказы с доставки. Плюс потребитель, он уже просит, он уже даже требует, потому что гость ресторана, он любит пробовать новое, тем более привычки потребления, они тоже меняются, все реже и реже мы готовим дома, наши гости тоже хотят, чтобы им все привозили готовое, поэтому привычка потребления, в принципе, сформировала этот запрос на то, чтобы рестораны, в те, которые входят в гости, тот же самый гость-клиент мог заказать себе свои любимые блюда домой. Конечно же, опять я повторю, что доставка вовремя – это ключевой фактор, потому что, наверное, нет смысла запускать доставку, когда мы не понимаем четко, сколько мы будем доставлять по времени заказ, какие у нас зоны, то есть обязательно нужно делить свою территорию на зоны, чтобы можно было управлять операционно зонами в пиковую загрузку, ну и, конечно же, понимать, сколько времени будет заказ пути и, конечно же, стараться это время, которое мы обещаем доставлять, обязательно перед клиентами доставки выполнять. Ну и плюс четвертый пункт – агрегаторы прогрели рынок. Тут имеется в виду, что агрегаторы не только Яндекс.Еда, Деливери Клаб, но и другие сервисы, которые доставляют, возможно, не только готовую еду, но и продукты, это же все как бы единый такой рынок, который формирует спрос. Поэтому, в принципе, потребитель, клиент, он уже очень хорошо почувствовал, привык к этим сервисам, и поэтому, подключая доставку сюда в ресторане, вы просто становитесь частью экосистемы, общей базы клиентов, которые, в принципе, хорошо воспринимают эту услугу. Поэтому это вот четыре основных пункта, которые, возможно, помогут вам ответить на вопрос, зачем вам нужна доставка. Ну и если вы понимаете, что доставка вам нужна, то понятно, что нужно тоже понимать, какая экономика этих заказов. И тут, может быть, два разных направления. Доставка может быть как бизнес, который можно отдельно развивать, либо доставка может быть как опция для гостей вашего ресторана, которая помогает решать задачи, которые мы чуть позднее разберем. Поэтому на следующем слайде мы как раз-таки увидим, что если мы понимаем и хотим, чтобы как раз-таки доставка была как отдельное направление, как отдельный юнит единицы бизнеса, то, скорее всего, она должна удовлетворять как раз-таки трем критериям. Первый. Объем и маржинальность, прибыльность заказов позволяют не только окупать расходы на delivery cost на курьеров, на операторов, на сборщиков, но и также должна окупать упаковку. Частично, возможно, на первом этапе окупать маркетинг, потому что маркетинг, понятно, что на старте можно расценивать как инвестицию в развитие, но в целом все равно бюджет маркетинга тоже должен быть заложен в общий оборот, чтобы это была как статья расхода. Помимо этого, доставка как бизнес, она должна давать возможность оптимизировать и автоматизировать. Это как раз-таки после меня будет очень интересный блог про инструменты автоматизации процессов, которые тоже позволяют существовать бизнесу, вернее, доставке как отдельному самостоятельному бизнесу. Второй блок – это доставка как способ, как инструмент привлечения новой целевой аудитории. Понятно, что доставка может быть как опция для текущей базы гостей, но если мы говорим про доставку как про бизнес, то, конечно же, доставка должна работать на новую аудиторию и на ее конверсию в постоянных гостей. Поэтому как раз-таки вот такой подход, он и позволит дозагрузить мощности ресторана без ущерба зала. Третий блок – это когда доставка, если доставка в бизнес, то доставка способствует изменению операционных процессов бизнеса. То есть мы рассматриваем доставку в контексте бизнеса как такой диджитальный процесс, e-commerce, который связывает и вообще включает в себя очень много дополнительных процессов, работы с технологиями, обработка базы данных. Поэтому здесь это очень важный блок, который как раз-таки вот по автоматизации после меня, после моего выступления, я думаю, тоже будет интересно вам этот материал рассказывать. Дальше, если говорить про доставку как про услугу, как про опцию, если мы до этого говорили про основные моменты про доставку как про бизнес, то сейчас мы поговорим о том, что есть у нас ресторан, есть у нас гости ресторана и есть дополнительная услуга-опция, которая позволяет решать вот три такие нетривиальные задачи. Первая, когда у нас маржинальность заказов, ну она невысокая, то есть мы там еле-еле отбиваем расходы на курьеров и там доля вообще на put delivery, на cost delivery у нас там больше 15% от чека, и тогда, конечно же, можно сказать, что тут доставка больше как опция, потому что здесь особо не заработаешь. Вторая опция, что когда мы понимаем, что мы доставкой поддерживаем лояльность гостей, когда у нас есть гости, которые по тем или иным причинам, ну не могут прийти к нам в ресторан, там заболели, не знаю, уехали по каким-то причинам, переехали, например, там другой район или там заняты, и тогда доставка как раз так помогает нам ту же самую целевую аудиторию как раз таки обслужить с помощью того, что мы им доставляем, привозим их любимые блюда. Ну и третий блок, когда эффект от доставки такая, ну небольшая дозагрузка для кухни ресторана, когда мы выходим в ноль, по сути, в этом процессе, это уже считается хорошо, если мы говорим про доставку в разрезе как услугу. Поэтому если резюмировать, то такое, так тоже может быть, это неплохо, это на примере сети, в которой я работаю, есть рестораны, в которых мы поняли, что доставку развивать как бизнес, ну, наверное, не стоит столько усилий, и нет такого запроса у гостей. Мы просто обслуживаем текущие запросы, доставляя блюда именно той целевой аудитории, которая к нам ходит в зал и по каким-то причинам заказывает доставку. Дальше, как вообще, ну, понять, пора запускать доставку, либо не пора, это тоже такой очень серьезный вопрос, который рано или поздно, ну, на него приходится отвечать. Ну, понятно, что первый, самый такой понятный момент, это спрос, когда гости сами просят, звонят, спрашивают, уточняют, есть ли у вас доставка, а можете ли вы доставить. Например, есть поисковые запросы в Яндексе, вы видите, что очень часто гости ищут доставку, запрашивают такие, есть такие запросы. Поэтому это прям такой основной сигнал, маячок, говорящий о том, что доставку можно запускать. Второй момент, что если у вас как раз-таки меню на каждый день, которое можно заказывать часто, а не раз в полгода, например, не знаю, завтраки, ланчи, обеды, либо те позиции, которые популярные, которые можно на доставку очень даже хорошо возить. Это второй такой триггер, который может сказать о том, что доставку нужно запускать. Есть постоянные гости в ресторане, лояльные к ресторану, к кухню, к кухне, к продукту. Это тоже понятно, что лояльность гостей, еще оценивается их количество, насколько, какая база большая, на которую можно, в принципе, запускать доставку. Но наличие постоянных гостей тоже говорит о том, что доставка может очень даже хорошо сработать. Понятно, что очень важный момент и очень важный пункт – это емкость кухни, это мощность, это производительность кухни. Самое главное не просто, не знаю, в будние дни, в 12 часов, а именно в пиковые часы вы должны понимать, что вы сможете справиться в пиковые часы с заказами, которые пойдут у вас, например, с мобильного приложения. И как ни странно, и как очень интересно, мы замечаем, что пиковые часы, если они в зале, то, как правило, пиковые часы, они и в доставке. Поэтому при пересечении пиковых часов очень важно понимать и оценивать свои мощности, что мы точно справимся с таким наплывом заказа. Очень важный такой триггер тоже может сработать на понимание, что нужна доставка, когда-то уходят гости в ресторан и очень часто просят забрать еду с собой. Либо само вывоз заходят и не заказывают в ресторане, чтобы посидеть, а просто заказывают еду с собой. Это тоже очень такой важный звонок, который говорит о том, что гость готов в следующий раз заказать у вас доставку. Ну и если у вас в планах есть открытие новых ресторанов, новых локаций, то доставка очень даже может хорошо на первом этапе сработать как таким лакмусом. Вы запускаете тестовую доставку с ресторана, который у вас уже есть. И, например, в тестовом варианте вы смотрите, как доставка работает в новом районе. Тестируйте продукт, тестируйте концепцию новую, и в этом формате доставка очень тоже может вам много чего полезной информации рассказать. Поэтому, отвечая на вопрос, нужно ли, пора ли запускать доставку, вот этот такой некий чек-лист, я думаю, вам сможет помочь принять правильное решение. Следующий слайд. Понятно, что мы все эти этапы прошли, мы поняли, какие процессы, мы ответили себе на вопрос, что доставка нам нужна. Теперь очень важно понять, как должен ресторан измениться для того, чтобы обслуживать все эти заказы. На этой фотографии я специально разместил фотографию нашего живого из одного из ресторанов. Именно так выглядит зона сборки, обработки заказов. Понятно, что такая зона может быть по-разному организована, но в любом случае один из первых важных моментов и пунктов – это то, что должна быть обустроена рабочая зона сборщика заказов. Это первый очень важный момент. Понятно, что автоматизация тоже может быть на разном уровне, поэтому тут уже принимать решение вам. Второй момент, конечно же, это курьеры. Это такая больная тема, встанет вопрос, а где их брать, а сколько им платить, а какая должна быть система мотивации у курьеров. Все эти вопросы тоже мы будем разбирать на нашем курсе, поэтому тут тоже ничего такого нет сверхъестественного. Все можно решить, все вопросы связаны с курьерами, но в любом случае с ними нужно будет работать. Второй момент, вернее, третий уже – это контент-менеджер, который будет работать с контентом. Будет у вас, не знаю, мобильное приложение, будет у вас сайт на базе конструктора, либо ваш самописный сайт. В любом случае обновление меню, размещение акций, работа с контентом – обязательно из этого тоже никак не справиться. На это тоже нужно будет рассчитывать. Ну и очень важный блок – это служба заботы, служба поддержки, неважно, это колл-центр из пяти человек, либо это один оператор, либо это даже менеджер ресторана. Но в любом случае на ком-то этот функционал замкнуть нужно обязательно, потому что гости, клиенты доставки потенциальные, будущие, они обязательно будут звонить, будут спрашивать, а где мой заказ, почему пицца у меня приехала подгоревшая, а почему мне не положили еще что-то в заказ, то, что я оплатил. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь подготовленные скрипты подготовленного человека, который будет обрабатывать обратную связь, так как те клиенты доставки, с которыми мы отработали негатив, они, как показывает практика, впоследствии оказываются даже намного лояльнее, чем те гости, те клиенты, которые не столкнулись с проблемами. Поэтому это очень важное звено, обработка и поддержка обратной связи гостей и клиентов. Поэтому такой человек должен быть обязательно при наличии доставки. Дальше, конечно же, встанет вопрос, ну хорошо, мы организовали рабочее место, у нас есть курьеры, есть специально обученные люди, а где брать заказы? Мы понимаем, что нам заказов не хватает. Понятно, что в рамках нашего сегодняшнего вебинара не получится все инструменты и весь инвентарь обсудить, которые можно использовать, мы также об этом будем говорить на курсе. Но здесь я постарался такое собрать, то, что точно вы сможете сделать на старте. Первое, это, конечно же, иметь либо сайт, либо мобильное приложение. Пускай слово «мобильное приложение» вас не пугает, потому что это может быть самый простой элементарный конструктор, так же, как и сайт. Поэтому в любом случае некая платформа, которая будет давать возможность клиенту доставка, формить заказ, она должна быть. Второй момент – это, конечно же, карточки ваших ресторанов на геосервисах. Сейчас геосервисы дают очень большую возможность, большой потенциал для того, чтобы, во-первых, гости клиента узнавали о вас, узнавали информацию актуальную, могли с вами связаться, написать вам. Даже есть такие инструменты, которые могут позволить оформить заказ на доставку через геосервис. Там есть разные возможности, инструменты. Поэтому, насколько информация в геосервисе будет актуальная, насколько она будет подробная и интересная, от этого зависит как раз-таки интерес клиентов к вашему бизнесу, как к доставке. Понятно, что соцсети и каналы в соцсетях, они сейчас все-таки имеют ограниченный ресурс, но все же какие-то телеграм-каналы, где вы будете разыгрывать и вести какие-то интерактивные взаимодействия с вашей целевой аудиторией, также поможет вам получать дополнительные транзакции, дополнительные продажи. Ну и понятно, что карточки в каталогах внешних сервисов, где вы размещаетесь, тоже должны быть актуальны, где вся целевая аудитория, которая имеет контакт с вами, могла оформить либо заказ, либо с вами связаться, либо получить ту информацию, которую ей необходимо уточнить. То есть все точки контакта, которые у вас есть в диджитал пространстве, должны быть первые актуальны, второе интересны, третье понятны. Ну и повторю, что контакты, время работы, номер телефона, возможность связаться у клиентов быть должна. Очень важно всегда, я тоже это практикую в своей работе, одно дело, что мы настроили все, мы вроде бы все разместили и сидим, а нет звонков, нет заказов. Я очень настоятельно рекомендую всегда самому проверять весь тот путь клиента. Если вы там запустили какую-то цепочку, какую-то информацию поменяли, попробуйте сами встать в роли клиента, позвонить, связаться, заказать, оформить. Наверняка, я уверяю вас, вы столкнетесь как минимум с одной сложностью, с которой столкнется ваш потенциальный клиент. И то, насколько вы оперативно и быстро устраните эту сложность, барьер, то это будет быть о том, что клиент, гость с этой сложностью не столкнется и будет только получать радость и удовольствие от контакта с вашим брендом. Поэтому, ну и еще такой момент интересный, отслеживайте поисковую выдачу по вашему бренду, реагируйте на обратную связь. И поисковая выдача, она тоже отдает приоритет именно тем отзывам, которые могут быть в топе выдачи. Это очень может повлиять на ваш имидж и готовность аудитории выбрать именно ваш ресторан, именно ваше заведение. Поэтому это вот совсем так кратко, емко. Я попытался я с вами поделиться опытом именно по вопросу, как безболезненно и без особого бюджета получать дополнительные транзакции. Понятно, что еще есть другие инструменты. Слева блок – это именно подход по работе с целевой аудиторией, которая у вас уже есть. А справа блок – четыре пункта. Это именно основные моменты, как начать работать с агрегаторами. Возможно, кто-то из вас уже работает с агрегаторами, кто-то думает. В этом есть, конечно, смысл работы с агрегаторами. Подключаться с ними, вернее, начать работать с ними несложно. Кстати, у нас в нашем курсе я пригласил специалиста с Яндекс.Еды, который прямо в прямой речи будет рассказывать, как работать с агрегаторами, как получать оттуда дополнительные транзакции, как подвигаться и так далее. Если говорить о левом блоке, это о том, как правильно работать с целевой аудиторией. Тут, конечно, в этом специалисты ремаркет, я думаю, тоже об этом расскажут. Но вкратце – это вы формулируете гипотезу. Например, есть целевая аудитория у вас, которая к вам входит в ресторан, но не заказывает доставку. То есть вы решили запустить доставку, но пока гости, которые входят в ресторан, как-то не заказывают. Есть такая гипотеза, что они могут заказывать. Собираете данные о гостях, которые входят в ресторан. Наверняка у вас есть какая-то CRM-система, в которой вы собираете данные о гостях. Собрали данные, отсегментировали эти данные, эту аудиторию. Например, по количеству визитов, по среднему чеку, по каким-то привычкам потребления. Там, может быть, очень много различных когорт. Отсегментировали, создали персонализированный мессендж, коммуникацию. И отправили, не знаю, рассылку, либо каким-то еще инструментом воспользовались. Провели коммуникацию, проанализировали данные, что у вас получилось по итогу этой гипотезы. Ну и потом уже сделали выводы, рабочая эта гипотеза или нет. Если рабочая, то вы ее масштабируете, если не рабочая, то вы ее оптимизируете, либо формируете новую гипотезу. Это очень хороший подход, потому что в любом случае, когда ресторан думает на распутье, запускать доставку или нет, у него, у ресторана уже есть целевая аудитория, которая входит в ресторан. То есть уже есть пул данных. Вот как раз-таки это те самые яблоки, которые висят низко, которые нужно срывать, и та аудитория, с которой нужно работать. Потому что можно немножко уйти в другую сторону и пытаться завоевать там новую аудиторию, покупать новые заказы. Это немножко другое направление, которое требует другой бюджет, другие компетенции. Поэтому все-таки я призываю начать пока именно работать с той базой, которая у вас есть. Если говорить про работу с агрегаторами, то это самый такой первый простой шаг, который вы можете реализовать для теста вашей доставки. Заполняйте анкету. Там простейшая оферта, которая там за полчаса можно все это сделать. Регистрируйтесь в личном кабинете. Заводите все свое меню. Либо вручную, если вы не на интеграции, либо на интеграции у вас будет все подтягиваться, например, с системой Айко, если вы на Айко работаете. И все, активируйте ресторан и начинаете работать. Понятно, что там тоже много есть инструментов продвижения. Есть платные, есть бесплатные. Это тоже отдельный вопрос, который будем обсуждать. Они тоже работают с разной конверсией, но в любом случае они нацелены на продвижение и на увеличение транзакций, получение новых заказов. Это вот вкратце о том, где можно брать новые заказы. Можем дальше. Вижу, уже вопросы поступают очень интересные. Я так понимаю, что вопросы мы немножко позднее обсудим. Инсайты. Основные такой некий чек-лист. Инсайты, которые я бы хотел с вами тоже обсудить. Первое, что гость в интернете тоже гость. Как ни странно, вроде бы кажется, гость это тот, кто к нам пришел в ресторан. Однако же нет. У клиента доставки тоже есть свои паттерны потребления. Он заказывает доставку и принимает свои любимые блюда в одно и то же время. Заказывает, возможно, одни и те же блюда. И когда мы ставим на стоп блюда, которые клиент привык заказывать, а у нас их не оказалось, то это тоже очень может сказаться негативно на том, что клиент в следующий раз, возможно, у нас не закажет. Клиенты в агрегаторах ведут себя как пользователи именно в интернет-ресурсе. Клиент в прямой доставке, это клиент, который заказывает доставку через наше мобильное приложение, либо через сайт, он ведет себя как гость. Как ни странно, потому что он хочет, чтобы был сервис, был курьер, который вежливый, от которого там вкусно пахнет, который красиво одет, наподобие с официантами. У нас даже была идея, я думаю, что мы ее реализуем, называть наших курьеров не курьерами, а выездные официанты, потому что хотим именно сохранить ту параллель между обслуживанием в ресторане и обслуживанием в доставке. Поэтому, если вы используете именно вот эти фишки, которые вам помогут привнести сервис именно в доставке, это очень важно. И при наличии колл-центра, службы поддержки, контакт-центр, это тоже очень мощный инструмент, где можно реализовывать очень большой потенциал именно в формате сервиса. Поэтому тоже на это прошу обратить особое внимание. Очень важно заметить, что блюда могут вести себя плохо, если мы очень, так скажем, подошли халатно к разработке упаковки. Поэтому при транспортировке, пожалуйста, тестируйте все блюда, которые вы доставляете. И даже вплоть до того, что те блюда, которые не доезжают до клиентов в доставке, просто их в доставку не заводите, как бы не было жалко, как бы мы не хотели. Например, живой пример – стейки. У нас довольно-таки большая зона покрытия в радиусе одного ресторана. И мы сначала пытались, и нас гости просили, доставляйте нам все виды стейков. Мы хотим все степени прожарки. Мы пытались упаковывать, пытались как-то это технологически решить, но не получается. И мы решили, что мы доставляем стейки ограниченно по зонам, в дальние зоны не возим. И мы убрали из пяти степеней прожарки три, оставили только две, именно те, которые при транспортировке не меняют свой состав. Поэтому это тоже очень важно. Тестируйте, пробуйте, смотрите, какие блюда получает ваш клиент в доставке. Если у вас сеть ресторанов, то, оказывается, гостю не все равно, с какого ресторана вы привезли. Это тоже мы узнали именно из своего опыта, потому что бывало так, что по каким-то техническим причинам ресторан не может доставлять, либо нагрузка большая в зале и зоны ограничены. Мы перенаправляли заказы в другие рестораны. Когда клиент узнавал о том, что ему приедет его любимое блюдо с другого ресторана, хотя это один и тот же бренд, одна и та же концепция, одно и то же меню, иногда гости даже в ходу того, что отказывались, либо уточняли, почему и как. Поэтому тут тоже очень важно к этому быть готовым, потому что гость может задать такой вопрос, почему мне привезли из моего любимого ресторана. Очень важный момент, возможно, сейчас вы удивитесь, но доставка должна быть платной. Мы уже почти, наверное, полгода назад завели платную доставку. Что значит платная доставка? Это сервисный сбор, который отдельно добавляется в корзину, в меню, при заказе, при оформлении заказа. Поэтому платная доставка может быть как в агрегаторах, и очень важно заметить, что платная доставка не облагается комиссией, то есть дополнительная, так скажем, дополнительная прибыль. Если вы платную доставку включаете в свою собственную доставку, то это как раз-таки та инвестиция, которая может пойти на, не знаю, на KPI, курьеру, на то, чтобы юнит-экономика вашей доставки была более рентабельной. Плюс платная доставка, платный сервис сейчас тоже уже почти во всех, во многих сервисах, которые доставляют. Аудитория к этому привыкла, она это понимает. Когда задают вопросы, мы тоже объясняем, с чем это связано. Поэтому платная доставка плюс-минус в размере чаевых – это норма. Здесь вижу очень интересный вопрос, наверное, на тот момент, что когда гость не хочет другого ресторана, потому что вы пишете, что должно быть качественно в всех ресторанах. Да, это однозначно, конечно же, да. Когда гость говорит нам, вы знаете, вот вы мне привезли с ресторана, с которого сейчас предлагаете, мне было невкусно. Это да, это один момент. Но бывает даже, когда гость и не получал ни разу с другого ресторана, со своего всегда, видимо, какое-то есть опасение, что, возможно, есть нестабильность. Поэтому тут тоже, конечно, хороший вопрос. Да, качество должно быть точно одинаковое по всей сети, но бывают разные моменты. Ну и очень важно, когда вы все-таки запустили доставку, слушайте обратную связь. Потому что клиент, который у вас оформил заказ, если он столкнулся с проблемой, с негативом, и если даже этот негатив усиливается тем, что вы его своевременно не обработали, то он начнет писать везде, где есть возможность. Поэтому к чему это? К тому, что всегда своевременно отслеживайте обратную связь, всегда своевременно выходите с обратной связью к клиенту. У меня вот даже написал, что есть такой девиз – щедрость, ответственность и эмпатия. Я приучаю операторов в колл-центре всегда брать на себя ответственность за то, что мы опоздали, что у нас, не знаю, там пицца приехала сегодня пересушенная, либо еще что-то. Брать на себя ответственность. Да, мы обещаем привезти за 50 минут, привезли за полтора часа. Да, мы это принимаем, мы несем за это ответственность. Конечно же, проявлять эмпатию, ни в коем случае не оправдываться, не говорить, что ну вы знаете, сегодня пошел дождь, у нас полный зал гостей. Нет, это не эмпатия, это оправдание. Эмпатия – это когда мы понимаем, выслушиваем, соглашаемся, сочувствуем. Это очень важно. Ну и третий пункт – это щедрость, потому что, конечно же, можно проявить эмпатию, можно как-то проявить ответственность, но все-таки щедрость – это компенсация за то, что мы опоздали, за то, что мы, не знаю, не оправдали ожидания. Какие решения здесь могут быть? Вот тоже вопрос хороший. Как правильно компенсировать испорченные ожидания клиента? Понятно, что когда мы опоздали, когда мы привезли там холодную еду у клиента, не знаю, там день рождения, гости, понятно, что уже есть все-таки негатив. Правильно этот негатив принять и обработать. Как правило, мы предлагаем оперативно, очень быстро переготовить еду, чтобы все-таки гостя клиента не оставить без его блюд, потому что все-таки клиент в доставке, он готов там компенсацию, деньгами получить, в каких-то случаях компенсацию, бонусами, промокодами, да, как вы правильно спрашиваете. Но все-таки клиент заказал еду и хочет ее получить, даже если мы хотим переготовить. Поэтому мы, во-первых, всегда предлагаем, готов ли клиент, еще там подождать, не знаю, полчаса, и мы максимально, поставив его в первую очередь, привезем ему его заказ, плюс положим ему подарок, десерт, не знаю, там, какое-то блюдо, которое у него постоянно бывает в заказе, ролл, либо пиццу в подарок, даже бывает, что мы об этом не говорим напрямую клиенту, а просто предвосхищая его ожидания, он просто открывает заказ, а там видит от нас подарок. Поэтому как раз-таки вот такими способами мы можем компенсировать испорченное ожидание нашего клиента. Можно ли раздавать промокоды, можно ли дарить бонусы? Да, конечно, можно, потому что бывают клиенты, которые, не знаю, в негативе, не хочу я там ни вашу еду, не хочу ничего, но мы предлагаем компенсировать либо бонусами, которые клиент может использовать там через неделю, когда уже будет в лучшем расположении духа, либо промокод, ну промокод, скорее всего, нет в данном случае, ну мы не используем, потому что промокод больше воспринимается клиентом в данном контексте, как будто бы мы ему даем то, что и так получают все, то есть это не персональная история, а все-таки я призываю при работе с обратной связью, с негативом, использовать персональный подход. В целом все, хочется много, конечно, чего еще рассказать, есть интересные вопросы, очень сложно вложиться в наше отведенное время, но постарался максимально оперативно и емко изложить основные моменты. Как раз таки вот, да, еще повторюсь, что в июле с 18 числа мы как раз таки начинаем наш курс по доставке в ресторане с нуля, где будет два приглашенных спикера. Я делегировал рассказать про Яндекс, про агрегаторы, специалисты с Яндекса, а про диджитал маркетингу, специалисту с Coffee Money из Москвы. Специалисты будут очень подробно рассказывать про свои компетенции, про свои инструменты. Я же расскажу как раз таки про операционные процессы, про работу с поддержкой, с колл-центром, с обратной связью, про финансовый блок тоже поговорим, про финансовую модель, как правильно считать, как планировать бюджеты, косты, выгоднее ли иметь, держать своих курьеров, вот был вопрос, либо прибегать к аутсорсу, либо к такси. Это тоже все будем разбирать, поэтому будем вас ждать, будем рады с вами встречаться в этом курсе. Спасибо большое. Да, Эдуард, спасибо большое. Друзья, не отключайтесь. Так, я надеюсь, что меня слышно. Соответственно, мы на вопросы на ваши ответим, мы все их видим, соответственно, вы их можете продолжать писать в чат на части вопросов. Мы будем отвечать на вопросы после того, как закончат свое выступление наш второй спикер, да, потому что у нас есть еще, что вам рассказать. Действительно, времени мало, а тема, на самом деле, очень актуальная и такая большая, да, за час небольшим очень сложно уложиться и рассказать прямо обо всем. Пару слов еще про курс, про который Эдуард начал говорить. Собственно, старт 18 июля, это уже очень скоро. Если для вас тема доставки в целом актуальна, вы задумываетесь о том, чтобы запустить доставку, либо вы уже что-то пробовали, но у вас не очень пошло, есть шанс перестроить процессы и все-таки делать так, чтобы это было для вас выгодно, чтобы это подходило под вашу бизнес-модель. Итак, у нас все курсы проходят в формате живого интерактивного общения, да, то есть это формат онлайн, но это не записанные лекции. Это вы вот так же, как сейчас, подключаетесь с Эдуардом, с вашими сокурсниками и активно можете задавать вопросы уже голосом, а не так, как сейчас в чате, и обсуждать необходимые темы, да. Соответственно, естественно, масса практических материалов, которые готовы будут к применению уже здесь и сейчас в вашем проекте. Само собой, обратная связь от эксперта, естественно, будут доступ к записям занятий, если вы что-то пропустили, как без этого. Ну и, как уже Эдуард рассказал, этот курс, несмотря на то, что он не очень большой, да, в нем концентрация всей необходимой информации для того, чтобы запустить доставку в вашем ресторане с нуля. Вы поговорите и про финансы, и про маркетинг, и про сервис в вашей доставке. Разберете абсолютно все самые важные моменты, конечно же, про продукт, как он должен быть упакован, как он должен быть презентован, какая есть вообще специфика продукта на доставку, потому что все мы прекрасно знаем, что не каждый продукт из ресторана можно доставлять. Ну и у нас на курс всегда есть цена раннего бронирования. У нас уже этот период на самом деле закончился, но для слушателей сегодняшнего вебинара, для тех, кто смог выделить время летом, да, мы все понимаем, что сейчас у всех высокий сезон, все загружены работой. Мы продлеваем стоимость по раннему бронированию до конца этой недели, да, то есть если вы заполните заявку на нашем сайте и с вами свяжется, соответственно, наш менеджер приемной комиссии, то вы сможете присоединиться к курсу по сниженной стоимости. Стандартная стоимость у нас и так довольно демократичная, да, это всего лишь 36 тысяч рублей, но стоимость раннего бронирования это 28 800. Поэтому приходите по QR-коду, не откладывайте ваше решение на потом. Я сейчас предоставлю слово нашему следующему спикеру. Это Юлия Костылева, директор по маркетингу компании Remarket, которая занимается как раз таки автоматизацией различных бизнес-процессов автоматизации маркетинга в ресторанах, в том числе есть что вам рассказать про автоматизацию базы клиентов по работе с доставкой. Вы продолжайте писать ваши вопросы в чат, Эдуард еще с нами. После того, как Юлия закончила свое выступление, мы все вместе будем отвечать на ваши вопросы. Юлия, пожалуйста, вам слово, я сейчас закончу делиться своим экраном, и вы можете взять управление на себя. Коллеги, всем добрый день. Во второй части нашего выступления мы с вами поговорим как раз таки о месте CRM-системы в развитии вашей доставки. Вообще для многих специалистов слова CRM-система – это что-то такое страшное, непонятное, как с этим работать. CRM-система, в общем, выполняет три направления. Первое – она помогает улучшать ресторанам свой сервис. Второе направление – это автоматизация маркетинга. И третье – это за счет собранных данных выводится аналитика, на основе которой вы можете уже строить стратегию развития своего бизнеса и управлять этой стратегией, управлять этими данными и выстраивать работу со своими гостями. Пару слов расскажу о нашей компании. Компания Ремаркет уже на протяжении девяти лет основным профилем нашей работы является работа с гостями. Мы помогаем нашим клиентам улучшать свой сервис, автоматизировать процессы в ресторане, автоматизировать процессы в бизнесе. И к нашей системе подключено уже более тысячи ресторанов, кафе, сетей. Мы каждый день разрабатываем какие-либо новые инструменты, и мы понимаем, что работает сейчас, и какие инструменты уже будут работать в ближайшем будущем. На сегодняшней лекции мы рассмотрим несколько направлений. Первое направление – это из каких источников, и какую информацию мы можем с вами получать, какие данные о гостях мы можем с вами получать, и вообще для чего они нам нужны. Второе – это триггерные цепочки и автоворонки, коммуникация с гостями, как отдел маркетинга может влиять на поведение гостей, как он может их возвращать, как растить средний чек и увеличивать прибыль бизнеса. И третий, не менее важный блок – это как раз-таки отчеты, отслеживание эффективности рекламы, благодаря которым мы можем понимать, на что расходуется бюджет маркетинга, в каких моментах бюджет сливается, а в каких моментах он приносит действительно хорошие результаты. Пару слов обо мне. Меня зовут Костелева Юлия, директор по маркетингу в компании Remarket. На протяжении нескольких лет работала в ресторанной сфере, именно непосредственно в самих ресторанах, являлась руководителем отдела диджитал направления, диджитал маркетинга и разрабатывала инструменты для привлечения гостей, внедряла диджитал инструменты для работы с гостями. На данный момент директор по маркетингу Remarket помогает ресторанам внедрять CRM-системы и строить стратегию по управлению своим бизнесом, управлению гостевого поведения. Начнем с того, что вообще получает бизнес при работе с цифровым портретом гостя, с цифровыми инструментами. Когда у нас хранятся данные о наших гостях неразрозненно, а где-то в одном месте мы видим целую полноценную картину о том, какие у нас гости, как они ходят в наш ресторан, как они заказывают доставку, то именно здесь, в этом моменте мы уже можем управлять их поведением. То есть мы можем уже влиять на их частоту визита, можем растить их средний чек и тем самым увеличивать выручку бизнеса. На слайде представлены усредненные метрики по нашим клиентам. Это те рестораны, это те заведения, которые уже на сегодняшний момент задались вопросом цифровизации и начали использовать в своих бизнес-процессах работу с цифровым инструментом. И мы начнем как раз-таки с источников данных, откуда мы можем брать информацию, какая информация к нам может поступать. Здесь эта информация даже полезна для тех ресторанов, кто только планирует запускать доставку, то есть у вас уже есть какая-то гостевая база и с ней уже легче работать. Или вы только планируете открывать ресторан. Если вы только планируете открывать ресторан, это очень важно. Начинать уже с первых дней собирать обобщенно свою гостевую базу. Первое – это система резервов и карты лояльности. То есть из этих двух инструментов мы можем собрать о госте его контактную информацию, фио, номер телефона, его почту. Если это карта лояльности, то можно добавить такие поля, как есть ли у вас дети. Например, ваш бизнес еще включает в себя направление детской концепции. То есть мы можем знать уже о гостях не только их какую-то личную информацию, но информацию, есть ли у них дети и какого они возраста. Следующий момент – если у вас есть мобильное приложение, из него тоже можно получить такую же информацию контактную о госте и тоже форму регистрации поставить поля о наличии детей. И тем самым мы будем знать более полную информацию, и у нас появляется возможность продвигать уже даже детские офферы. Из систем автоматизации, будь у вас то Айка или AirKeeper, мы собираем историю заказа по госте. То есть как он ходит часто, что он предпочитает. То есть вся информация, которая хранится в системе автоматизации, она попадает в CRM-систему. Из заказов гостя уже непосредственно самих заказов или доставках, или по картам, или по резервам мы уже собираем любимые блюда гостя. То есть что именно он заказывает, какие блюда предпочитает, что заказывает из барной карты, содержится ли в этих заказах детское меню, детские позиции. То есть всю полноценную информацию мы видим. Также из карт лояльности и мобильных приложений мы видим, можем видеть, как я говорила ранее, информацию о детях. То есть вносить некоторые корректировки в регистрацию, форму регистрации, и эту информацию подтягивать гостю к CRM-систему. И самое важное – это UTM-метки. Сейчас Эдуард говорил о том, что важно располагать информацию о своем заведении на агрегаторах, запускать рекламу. Так вот, UTM-метки помогают собирать информацию, они попадают в CRM-систему. И уже в CRM-системе вы видите, из какого источника, сколько гостей к вам пришло в заведение, сколько забронировало столик или сколько гостей заказали доставку, и уже даже видеть полноценно, какое количество денег они потратили. И что здесь важно подметить? Вся эта информация, которую я перечислила, важно ее собирать обобщенно, в одном месте. То есть, если у вас есть один сервис резервов от какого-то поставщика, у вас есть карты Wallet от другого поставщика, мобильное приложение от третьего поставщика, все эти данные вы не сможете объединить воедино и понять вообще, а как к нам ходит гость, а как часто он ходит, а что он именно заказывает на доставку и в зале, потому что это настолько разрозненная информация, которая не дает полных аналитических данных, и поэтому здесь важно при выборе CRM-системы учитывать то, чтобы она выполняла каждую вашу потребность и имела возможность собирать все данные воедино и в целом. Когда мы с вами собрали все эти данные, у нас формируется некий цифровой портрет гостя. Что такое цифровой портрет гостя? Цифровой портрет гостя — это собранная бизнесом информация о госте, о том, как он соприкасается с вашим заведением или посещает его. То есть на слайде мы видим, что гость уже есть в системе, о нем содержится вся информация, как он посещает это заведение, сколько оставляет в ресторане, когда он последний раз у нас был, когда последняя доставка у него была, средний чек, его любимый стол. То есть вся полноценная информация хранится воедино в одном месте и уже дает возможность анализировать какие-то данные. На следующем слайде мы как раз-таки рассмотрим в следующем блоке — это коммуникация с гостем. Как только вы собрали свою гостевую базу, она у вас есть, все воедино, все красиво собрано. Дальше важно установить все-таки эту коммуникацию с гостем для того, чтобы, как я говорила ранее, влиять на его поведение, возвращать его в ресторан, дарить ему что-то, мотивировать его для возврата в ресторан. И как раз-таки здесь тоже помогает CRM-система. Сейчас мы рассмотрим с вами ручные и триггерные рассылки в коммуникации с гостями. Основные задачи коммуникации — это увеличить средний чек, увеличить частоту визитов и повысить лояльность гостей. Остановлюсь на последнем пункте, про первые два уже ранее рассказывала. На последнем пункте остановлюсь — повысить лояльность гостей. Ресторанная сфера, она в первую очередь про гостеприимство, про какие-то положительные эмоции. И сейчас у ресторанов такая есть одна большая задача — это предвосхищать ожидания своего гостя. То есть на каждом этапе по его пути создавать некий эффект вау, чтобы гость захотел к вам вернуться, чтобы у него не возникло к вам вопросов, ему было комфортно, удобно, и он получил только положительные эмоции от посещения вашего заведения. И здесь скажу важную вещь. Я говорила уже, CRM-система создана для того, чтобы управлять сервисом в первую очередь, потому что сервис на первом месте. Если операционные моменты будут в заведении, в доставке хромать, то уже никакие маркетинговые активности не помогут вернуть нам гостя. Скорее всего, момент будет упущен. И как бы мы потом гостей не засыпали какими-то рассылками, предложениями, но вряд ли он к нам вернется. И здесь как раз-таки есть очень важная часть — это сбор обратной связи. Эдуард о ней говорил неоднократно, то, что каждый раз после визита гостя мы должны узнавать, как прошел его визит, понравилось ли ему все. И это будет тоже повышать в какой-то мере его лояльность. Начнем с первого инструмента, который предоставляет CRM-система. Это сегментация гостевой базы. Наша CRM-система может сегментировать гостевую базу более чем по 100 признакам. Если мы говорим про основные направления, это сегментация по предпочтениям, то есть мы вычленяем, какие у гостя любимые блюда по количеству заказов. Сколько заказов делает гость за определенный отрезок времени, то есть сколько у нас бывает в месяц либо в квартал, сколько он приходит к нам в заведение. Давность заказа. Как давно гостя у нас не было? И этот показатель очень важно отслеживать на этапах, если гостя там не было 30, 60, 90 дней. То есть это у нас звоночек такой возвратности. А почему гость перестал ходить? А почему он перешел в категорию спящих или потерянных гостей? И последнее направление – это сумма чеков или средний чек. То есть разделение гостей по сумме затрат. У каждого ресторана есть определенный свой средний чек, но также он делится на несколько отрезков. То есть есть низкий средний чек, это быстрые чеки, когда гости пришли, быстро поели, закрыли свой заказ и ушли. Есть заказы более большие, скажем так, и есть гости с заказами с высоким, средним чеком. Ну, принципиально у многих ресторанов важно выделять эту группу гостей, потому что они называют как раз-таки это VIP-гости. И для них предоставляется отдельная коммуникация, отдельное обслуживание, то есть выстраивается своя стратегия. Как я уже говорила ранее, вот сегментация гостевой базы, пример из нашей системы, то есть она может сегментировать по разным параметрам. Мы можем вычленять гостей, которые не были энное количество времени у нас в ресторане. Или, например, как я уже говорила тоже ранее, если у вас заведение предполагает наличие детской концепции, то вам важно знать, что какие дети содержатся в базе гостей. Небольшой кейс здесь расскажу. У нас есть один клиент, клиент Андерсон. Для многих, может быть, это известный, известное кафе, известное заведение. Благодаря этому инструменту они выстроили коммуникацию со своими гостями в разных направлениях. Они отсегментировали гостей, детей, гостей по возрастам. И каждому возрасту был разработан свой отдельный оффер, свое отдельное предложение. И благодаря этому инструменту конверсия увеличилась, потому что когда они отправляли один и тот же оффер по всей гостевой базе, у которой есть дети, это была низкая конверсия. Это не было персональным предложением, это была, скажем так, сродни массовой рассылки. А когда это уже становится рассегментированная такая гостевая база, когда вы можете попасть точно в свою целевую аудиторию, здесь конверсия начинает повышаться. И на слайде вы видите примеры ручных разовых рассылок. То есть через CRM-систему есть несколько вариантов, как можно коммуницировать с гостем. Если ваше заведение предполагает наличие системы лояльности, то вы можете коммуницировать с гостями в бесплатном канале. Это пуш-сообщение. Также возможно коммуницировать с гостями через SMS-сообщение и через WhatsApp. WhatsApp, как вы знаете, является более высококонверсионным, потому что частота открытий намного выше. И еще посредством e-mail-сообщений также можно коммуницировать с гостями через CRM-систему. То есть получается такой путь, что у нас есть с вами гостевая база, мы ее рассегментировали. Дальше у нас есть маркетинговый календарь со всеми вашими активностями в заведении. То есть где-то у вас заходит фестиваль, где-то какое-то мероприятие, где-то вы хотите рассказать как раз-таки гостям о том, что вы запускаете доставку. И благодаря этой рассегментации и благодаря этим каналам коммуникации вы можете отправить своим гостям сообщение с информацией о том, что у вас происходит в заведении. А вот сейчас мы перейдем к самому интересному инструменту, который как раз-таки и будет больше полезен на доставке, это автоматические рассылки. В CRM-системе есть интересные инструментарии, сценарии. Это автоматические рассылки в CRM-системе, которые позволяют вовремя делать гостям персональные предложения. То есть в систему заводится определенный сценарий. У вас гость регистрируется в системе лояльности, устанавливает на свой телефон-карту в wallet, вы ему шлете приветственное сообщение. Это один из примеров коммуникации автоматической. А если мы говорим про доставку, к примеру, у нас гость сделал регистрацию, и мы хотим ему рассказать о том, что у нас есть доставка, у него есть возможность сделать заказ. Обычно мы выстраиваем такие сценарии. Гость сделал регистрацию, ждем определенное количество дней, что гость не делает заказ на доставку и вообще никаких покупок в ресторане. Например, на протяжении 7 дней от гостя нет активности, хотя он зарегистрировался. И далее система автоматически высылает в нужном канале связи определенный гостю подарок. Это для того, чтобы гостя смотивировать все-таки сделать заказ или прийти к нам в ресторан. И таким образом мы можем с вами вести гостей от одной покупки к другой. То есть выстраивать вот эти триггерные цепочки и выстраивать автоматическую коммуникацию с гостями, доводя их от первой до второй покупки, от второй до третьей покупки, от третьей до четвертой. То есть у нас создается такая цепочка, и на каждом этапе мы с вами должны отслеживать, а где у нас отваливаются гости, а какие гости реагируют. То есть каждую цепочку мы анализируем, где-то можем скорректировать, поменять оффер, где-то можем наоборот чуть меньше дать подарок, потому что видим, что здесь уже пошло некое злоупотребление. Это если мы говорим про количество заказов, про количество визитов. Также автоматические сценарии могут простроить с гостями общение, простроить коммуникацию в направлении увеличения среднего чека. То есть мы видим, что у наших гостей средний чек, у определенного пула гостей, средний чек 3,5 тысячи. И мы хотим им что-то подарить, потому что они наши лояльные, они к нам постоянно ходят, у них высокий средний чек. Система вычленяет самостоятельно этих гостей и присылает им также оффер в определенном канале связи. То есть мы можем подарить, начислить гостю бонусы на карту валет, или, например, подарить промокод ему, или подарить какое-то блюдо. То есть автоматические триггерные рассылки созданы для того, чтобы вы единожды завели их в систему, и они уже сами начинают работать. Но, естественно, здесь важно понимать, что контролировать эти цепочки крайне необходимо, потому что вам важно анализировать, на каком моменте гости реагируют на ваши предложения, а на каких цепочках гости останавливаются и перестают реагировать на ваши предложения. Сейчас здесь приведу примеры автоматических рассылок, уже немножко рассказала, но расскажу еще. После регистрации в системе лояльности или, например, в мобильном приложении, система может выслать гостю в определенном канале связи информацию развернутую о вашей системе лояльности, возможно, она многоступенчатая, информацию о вашем проекте, то есть погрузить гостя более полноценно в ваше заведение, в ваш проект, рассказать ему про что вы, какие у вас ценности, и тем самым гость уже будет более знаком с вашим проектом. Благодарность за заказ, подарок к следующей покупке. Также я уже рассказывала, что мы гостя ведем от одной покупки к другой, и в какой-то момент, если гость перестает к нам ходить, или наоборот, на большую сумму заказал, мы можем его отблагодарить. Третий пункт – это бездействие. Это тоже, о чем я говорила. Если гостя не было, например, 30, 60, 90, 120 дней, на каждом моменте нужна своя реактивация. То есть мы должны гостю, во-первых, напомнить о себе, а во-вторых, дать какой-то ему подарок, какую-то мотивацию к дальнейшему визиту. День рождения гостя или его ребенка. Также CRM-система может выстроить эту автоматическую коммуникацию. Это, кстати, самые высококонверсионные рассылки за 14 дней до дня рождения. И в сам день рождения система автоматически высылает гостям сообщение с каким-то определенным оффером, который вы завели в системе. Гость заказал в заведении на определенную сумму за месяц. Тоже очень много кейсов в этом направлении в нашей системе есть. Здесь нужно исходить, от вашей концепции. То есть у вас есть какие-то УТП блюда, и если гости заказывают их прям в большом количестве, на большую сумму, здесь можно проявить свою лояльность и подарить, например, что-то гостю к следующему его заказу или к следующему его визиту. Гость заказал определенное количество блюд, определенных блюд. Это тоже подходит как раз-таки у вас есть УТП, ваше УТП блюдо. И когда гости его часто заказывают, для того, чтобы проявить свою лояльность, вы можете дать дополнительно какой-то бонус, какую-то мотивацию к следующему заказу. И на экране как раз-таки вы видите примеры автоматических рассылок, которые может рассылать CRM-система. И здесь рассылка про день рождения, про который мы с вами говорили. И в правом углу внизу есть WhatsApp-сообщение как раз-таки со сбором обратной связи, как прошел заказ к гостю. И здесь можно выстраивать общение с гостем автоматически в нескольких направлениях. К примеру, если гость отвечает то, что его визит прошел на пятерочку, у него все классно, все супер, автоматически система может его отправить на агрегатор. Спасибо за ваш отзыв, спасибо, что вам там все понравилось. Вот ссылочка на агрегатор. Потратьте, пожалуйста, еще минутку своего времени и расскажите жителям нашего города о своих впечатлениях от посещения нашего проекта. Если гости отвечают, к примеру, от одного до трех, то есть у них есть какой-то негативный опыт, то система автоматически высылает сообщение о том, что нам очень жаль, что так произошло. Пожалуйста, напишите свой комментарий, что у вас случилось, и напишите, в какое время мы можем с вами связаться. Чем более оперативно мы будем с вами обрабатывать связь, обратную связь от гостей, тем больше шансов сохранить их лояльность. И еще немножко расскажу про примеры технических рассылок, если у вас есть мобильное приложение. Очень удобный инструмент, как раз таки, который позволяет автоматизировать работу ресторана, когда заказ принимается, когда гость оплатил заказ, ему приходит пушь уведомления о том, что заказ оформлен, и скоро мы начнем готовить, и на каждом этапе мы так уведомляем гостя. И очень интересная механика, с правой стороны, если вы видите, мы опоздали, дарим вам 300 баллов. В церковной системе есть возможность видеть, опоздал курьер гостью или не опоздал. И вот как раз таки кейс одного из наших клиентов, когда гостью опаздывает курьер, система автоматически начисляет гостю на карту, на мобильное приложение, подарочные бонусы, и высылает такое пушь-сообщение, скажем так, извиняется за то, что принесли некие неудобства гостю. Это более автоматизированные моменты. Конечно же, очень хорошо, когда в ваших бизнес-процессах задействованы люди, когда именно операторы могут обработать негативную обратную связь, но иногда эти процессы необходимо автоматизировать, когда в ресторанах как раз таки не хватает сотрудников. И последний наш блок – это как раз таки отчеты и отслеживание эффективности рекламы. Вся та реклама, про которую я вам рассказывала, ручные рассылки, триггерные цепочки и автоворонки, на каждом этапе их еженедельно необходимо отслеживать. То есть мы запустили с вами цепочку, в ЦРМ-системе содержится отчет об эффективности рекламы, и каждую цепочку мы можем с вами просмотреть. Сколько гостей попало в рекламу? Сколько денег они принесли ресторану? Сколько денег это с вычетом скидок было? Какой был общий средний чек у ресторана до запуска рекламы? Какой в рекламе именно средний чек? То есть мы можем с вами увидеть, мы его понизили, или мы молодцы, мы повысили средний чек. Сколько гостей получили сообщения, и сколько гостей на него среагировали, и пришли, произвели заказ. Это один из отчетов, который очень полезен для аналитики в ЦРМ-системе. И следующий отчет – это отслеживание изменений гостепотока по РФМ-анализу. Если РФМ-анализ вы когда-нибудь собирали вручную, то это очень долго, это очень муторно и неприятно. ЦРМ-система формирует автоматически на определенную дату, которая вам необходима, РФМ-анализ, и вы понимаете, какие гости у вас находятся в какой группе, кто из гостей у нас активный, кто спящий, кто уходящий, с кем нужно поработать. Ну и задача каждого маркетолога – это, конечно же, переводить гостей из одной группы в другую, увеличивать заказы гостя. И в этом помогает как раз-таки РФМ-отчет. То есть мы сможем с вами даже из РФМ-отчета сформировать сегмент и увидеть, кто именно эти гости. То есть не просто увидеть цифры, что у нас такой-то здесь доход на гостя, такое-то количество человек – классно. но мы можем с вами еще и создать сегмент и посмотреть, кто эти гости. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Я надеюсь, что мы рассказали сегодня для вас какие-то интересные моменты. И мы всегда рады создавать технологии для развития ресторанов. Юлия, спасибо большое. На самом деле очень полезная информация. Эдуард, возвращайтесь, пожалуйста, к нам. У нас на самом деле довольно много вопросов в чате. Я предлагаю начать отвечать сначала, чтобы точно ничего не потерять. Я буду читать вопросы. А вы, собственно, как считаете нужным, отвечайте. Эдуард, я так понимаю, к вам вопрос. Есть ли сейчас смысл размещаться платно на сервисе 2GIS? Что вы можете ответить? Такой интересный вопрос. Есть ли смысл? Я считаю, что смысл есть всегда. Только нужно понять, как вообще потом эффективность мерить. Тут, возможно, и Юля тоже поможет. Потому что 2GIS, да, это хороший инструмент. Нужно понимать, какая там в итоге цель и как будем мерить эффективность рекламы. Поэтому есть ли смысл? Да, есть. Хорошо. Юль, хотите что-то добавить или к следующему вопросу переходим? Ну, давайте к следующему, да? Так, вопрос. Проводится ли какой-то анализ? Что выгоднее и удобнее? Собственная курьерская служба или сторонние сервисы доставки? Как, например, Яндекс.Доставка? Это тоже к Эдуарду вопрос. Да, вопрос очень интересный, потому что для меня он больной. Мы не только проводили анализ и читали там чьи-то заключения. Мы это прожили сами. Буквально, наверное, 2 года назад Яндекс.Доставка был суперкрутой такой инструмент, который помогает разгружать собственную службу курьерскую в пиковую нагрузку. Мы даже заключали корпоративные договора, где были прописаны индивидуальные условия и очень хорошие ставки за доставку. Но когда буквально совсем недавно прошла индексация тарифов на такси и все это подорожало, Яндекс.Доставка стала безумно дорогая. Я не отговариваю, не говорю, что это плохо, просто мы для себя решение приняли в сторону только собственной курьерской доставки. И пока альтернативу Яндекс.Доставке мы не нашли. Конечно, мы иногда прибегаем к доставке на такси, когда прям вообще пик, но крайне редко стараемся этим не пользоваться. Спасибо, классно. И еще тоже вопрос. Нужно ли сейчас приложение или достаточно какой-то веб-версии для заказов? И какой формат такого сайта и на какой платформе? Может быть, какие-то можете примеры привести? Конечно, можно ограничиваться и веб-версией, можно использовать мобильные приложения на базе конструктора. Есть разные компании, которые предлагают. Там просто был вопрос, насколько дорого. Могу сразу объединить два вопроса в один, что можно найти бюджетные варианты, которые порядка 200-250 тысяч могут обойтись на старте. На базе конструктора понятно, что вы не будете являться полноценным владельцем этого инструмента. Вы просто будете какую-то комиссию за это платить. Возможно, и нет, в зависимости от компании. Но варианты разные. И веб-версия хороша на начальном этапе, и конструктор хорош. Поэтому тут вполне возможно для старта подход подойдут. Хорошо. Так, я сейчас зачитаю, наверное, вопрос к Юле. Юле нужно уже отключаться. Но в любом случае, друзья, контакты, собственно, компании Remarket, их чата были у вас на экране. Вы всегда можете обратиться к коллегам напрямую. Пишу, что не бывает же идеально продуманной системы, и какие минусы у данной системы, или есть недоработанные кейсы. Ну, мне кажется, очень провокационный вопрос. Не знаю, Юрия, будете ли вы на него отвечать. Конечно, буду. Так как к нашей системе подключено очень большое количество клиентов, у всех клиентов разное понимание о том, как вести им бизнес и что они хотят видеть. В нашу систему ежедневно поступают вопросы о каких-то доработках, потому что к какому-то ресторану один отчет интереснее и удобнее читать, другому ресторану другой отчет. Мы, конечно же, выстраиваем в порядке очереди доработки инструментов, функционала отчетов, но это происходит не ежесекундно, на это требуется время, но какие-то доработки мы берем даже на бесплатной основе, то есть дорабатываем специально под клиента. Спасибо. Юля, спасибо вам огромное еще раз. Мы вас тогда отпускаем, мы с Эдуардом еще поотвечаем на вопросы, потому что Эдуардов тут много. И с вами будем на связи, мы будем рассылать записи вебинара, если что, контакты и ремаркет тоже там оставим. Всем хорошего дня. Так, продолжим с вопросами к Эдуарду. Тут прям два подряд вопроса по стоимости доставки, то есть сколько должна стоить услуга доставки и как рассчитать оптимальный размер платной доставки. Да, тема заинтересовала, потому что на самом деле очень актуальна. Начну с того, что все-таки стоит посмотреть на окружение, в каком регионе вы работаете, в каком городе. Наверняка нас не только Санкт-Петербурга слушают, поэтому дам совет такой, наверное, совет, а рекомендацию общую, то есть на первом этапе посмотреть, есть ли подобная опция конкурентов у похожих компаний в вашем городе, чтобы после ввода платной доставки вы особо не выделялись и у вас не было спада. Если вы в общую концепцию подите, то, как правило, платная доставка составляет до 10% от среднего чека. Если у вас средний чек 2,5 тысячи, значит платная доставка у вас будет 200-250 рублей. Логично будет сделать так, чтобы, не знаю, первая, вторая зона была 200 рублей. И чем зона дальше от ресторана, тем можно ее делать дороже. Поэтому, вкратце, вот такой вот механизм. И тоже про доставку еще один вопрос. Правильно ли ограничивать время доставки, например, доставляем за 45 минут, или же легче выставить временный диапазон, например, с 9 до 11 с учетом пробок и час пика, или же сделать экспресс-доставку с повышенной ценой услуги? Время ограничивать, конечно, нужно, потому что это, по сути, правила игры, которые мы транслируем на нашем сайте для гостя. Когда гость клиент, тем более новый клиент, заказывает доставку, он сначала прочитает все о доставке. Сколько мы доставляем по времени, какие там, возможно, есть отзывы, какое меню. Поэтому отсутствие времени доставки четкого и понятного условия может, конечно, быть барьером. Отвечая на второй вопрос про экспресс-доставку, экспресс-доставка может быть как дополнительный инструмент повышения рентабельности работы с отдельной целевой аудиторией. Например, те, кто не готовы ждать, но готовы заплатить, конечно, экспресс-доставка имеет место быть. Мы ее не используем, потому что все-таки реализация такого инструмента подразумевает под собой наличие платформы, чтобы это сайт мог делать, мобильное приложение. Такая доработка довольно-таки серьезная. Но знаю компании, которые очень хорошо, именно в основном Dark Kitchen, которые только профилируются на доставке, они такой инструмент используют, и он имеет место быть. Там был вопрос по Dark Kitchen, поэтому к Dark Kitchen такая история очень хорошо подойдет. Спасибо. По вашему опыту, простейшее приложение для ресторана сколько может стоить? Ну вот прям порядок цифр, там от, понятно, до, до бесконечности. Да, я уже в предыдущем вопросе тоже об этом говорил, что от 200, если очень образно. И, конечно, там уже может быть бесконечность на базе конструктора. Так, тут еще вопрос про CRM. Это, наверное, было больше к Юле, но хотя здесь, наверное, больше все-таки про общий маркетинг. Если нету вот такой автоматической рассылки в CRM, как прекрасная возможность у ремаркета, то на какую группу клиентов в первую очередь нужно обращать внимание. Да, и тут варианты. На тех, кто делал один заказ и больше не заказывал, тех, кто делал несколько заказов, но больше не заказывает, или новых клиентов. Регистрация не больше месяца. Это моя тема любимая, потому что мы, как-таки, сейчас очень плотно занимаемся CRM-маркетингом, потому что мы решили именно доставку, общее развитие доставки сейчас связать с CRM, то есть с базой гостей. И разбитие и сегментирование целевой аудитории на такие когорты – это очень хорошее упражнение для мозга, во-первых. Вот такие, знаете, такая творческая работа. Отвечая на вопрос, не выбирать ни одну из этих когортов, заниматься тремя когортами, потому что это абсолютно разные сегменты. Новый клиент, который сделал заказ и не делает заказы, с ним работать нужно. Клиент, который сделал три заказа, потом перестал делать, с ним работать нужно. Поэтому со всеми сегментами работает нужно. Главное – понимать, какое количество в каждом сегменте. Если в этом сегменте пять человек, понятно, конверсия будет никакая. Если сегмент содержит более-менее пятьсот, тысяч и полторы, понятно, что с ним работать нужно и отслеживать его динамику нужно обязательно. Классно, спасибо. Очень важный вопрос. Какие маркетинговые приемы наиболее эффективны для привлечения корпоративных клиентов? Вот интересный вообще вопрос. Вы вообще работаете с такими клиентами? Мы пытались подключать к доставке в B2B направление. Был даже отдельный специалист, который занимался. И такой был для нас опыт. Был опыт, да. Какие инструменты подключать? Наверное, все-таки иметь специалиста, который будет общаться с корпоративными клиентами. Потому что все-таки корпоративные клиенты – это все-таки переговоры, это презентация, это все-таки живое общение. Поэтому, исходя из опыта, какие-то маркетинговые активности для B2B-сервиса мы не использовали. Поэтому здесь поделиться прямо на практике, скорее всего, сейчас не смогу. Надо просто подумать. Вот еще вопрос тоже. Так как от агрегаторов ресторан не имеет никаких данных о гостях, то каким образом делать базу? Таким образом делать что? Не раз слышал. Базу гостей. А, базу гостей. Очень видно другими способами. Да, все верно. Базу гостей от агрегаторов мы никак не можем получить. У агрегаторов в личном кабинете, да и по запросу от менеджера, всегда есть очень хорошая, крутая, насыщенная аналитика. Поэтому мы можем просто смотреть, анализировать поведение этой базы. Сами контакты и коммуникацию мы с ней напрямую выстраивать не можем. Но все-таки есть инструменты взаимодействия с базой через Яндекс. Можем пуши отправлять по базе. Там есть тоже сегментация своя, но только через инструменты Яндекса. Нам никто эти данные не передаст. Далее сейчас по телефону кейл-центр связаться напрямую с клиентом Яндекса не может. Но есть очень хороший лайфхак. Никто вам не мешает работать с этой целевой аудиторией напрямую, например, через коммуникацию на упаковке. Отлично. Отличный лайфхак. И давайте последний вопрос. И будем уже выбирать, кому мы подарим подарок, собственно. И дальше уже на все вопросы, если что, будем отвечать, наверное, на курсе. Потому что так можно сидеть здесь бесконечно. Да. Соответственно, да, вот тут все-таки животрепещущий вопрос по стоимости доставки. Еще раз тут уточняет у нас Наталья. То есть, по вашему мнению, правильнее все-таки рассчитывать стоимость доставки от дальности расстояния или же все-таки от стоимости заказа? Ну, то есть, условно, да, там? Конечно же, от дальности. Когда мы вызываем такси, мы же не платим за одного человека 100 рублей за троих 400. Мы платим за расстояние. Поэтому все-таки руководствоваться, конечно же, дальностью. Если у нас у ресторана четыре зоны, первая зона должна быть стоить X, вторая Z, четвертая, пятая Y, например. Обязательно. Только так. Потому что, ну, другие принципы могут просто не понять наши клиенты, потому что уже есть сформированное понимание вообще опции платной услуги как доставка. Так, спасибо большое. Давайте подумаем, кому мы подарим подарок. Какой вообще вам вопрос? Какой-то запомнился? Да, на самом деле вопросы были очень интересные. Их было очень много. Вот, смотрите, мне понравился очень вопрос тоже про то, как сегментировать клиентов от Натальи. Мне кажется, очень важный вопрос. Об этом многие забывают. Про сегментацию, да, согласен. Потому что это вопрос, который, на самом деле, я думаю, что многих заставил призадуматься, что все-таки работая с сегментами, не стоит исключать какой-то из них. Все сегменты важны. Все гости важны. Поэтому работать нужно со всеми. Я согласен, поддержу, что это вопрос такой прям стиль на топ. Тогда предлагаю, значит, Наталье, Наталье Коронец, да. Ну, на самом деле, от Натальи были еще и другие вопросы. Наталья, спасибо вам за активное участие. У вас были действительно интересные вопросы. На самом деле, мы благодарим всех, кто смог найти время сегодня вживую с нами встретиться, потому что мы понимаем, что летом очень хочется заниматься другими делами, а не всегда учиться. Но, тем не менее, и это тоже очень важно, да. Соответственно, Наталья, пожалуйста, напишите нам в Телеграм с весам.ру. Вы можете легко найти нас в поиске в Телеграме. И мы расскажем вам, как получить подарок. Мы вам его обязательно отправим. Мы всегда на связи в Телеграме, в WhatsApp, по телефону. Пожалуйста, пишите, звоните. Мы, естественно, вам разошлем запись вебинара и также пришлем вам чек-лист, который обещали. Эдуард нам его выслал. Мы вам его отправим по запуску доставки. Наталья, в Беларусь отправляете. Решим этот вопрос в чате. Скорее всего, да, отправим. У нас есть курьерская служба, с которой мы работаем. Вроде как с Беларусью там не было проблем. Но, если что, мы разберемся, каким образом это сделать. И, собственно, у меня единственный еще был вопрос, Эдуард, к вам. Я хотела спросить, а есть ли у доставки вообще сезонность? То есть я, конечно, не человек, близкий к именно доставке из ресторанов. Но почему-то кажется, что это как раз-таки осенний-зимний сезон. И что очень логично сейчас заняться этим вопросом, чтобы потом в высокий сезон уже быть во всеоружии. Да, совершенно верно. Сезонность есть. Сезон начнется буквально через полтора-два месяца. Поэтому у нас есть точно... Я думаю, что мы в свое время этот курс запускаем, чтобы за два месяца спокойно в июле это все пройти. В августе переосмыслено реализовать. И в сентябре, в октябре уже полностью во всеоружие. У кого даркичин, у кого доставка при ресторане, у кого уже есть, либо у кого нет, кто хочет запускать. Конечно же, да, сейчас самое время, чтобы подготовиться. Совершенно верно. Спасибо большое, Эдуард. Спасибо большое, друзья. Рады, что вы с нами. Всем пока-пока и хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok